Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Крицы находились в тяжелом финансовом положении. По такой схеме обеспечивалась их кратковременная поддержка. Деньги они корпорации не вернули. А после ее банкротства рассчитываться с кредиторами за них пришлось областному бюджету. Буквально недавно региональные власти разрешили другую проблему, возникшую из-за банкротства Крика. Квартиры, в которых по льготным ценам оживут бюджетники, ушли кредиторам. Пришлось их выкупать. Деньги нашел Уралхим. Квартиры вернули в собственность региона. Пост руководителя Крика является, пожалуй, самым опасным, поскольку почти все, кто его занимал по тем или иным статьям, оказывались на скамье подсудимых. Программа Экономика. К конкурсному управляющему Ленинской управляющей компании возникли претензии. О них сообщает Кировское отделение ОНФ, куда жалуются горожане. В мае, после начала процедуры банкротства, управляющие компании дома начали выходить из-под ее управления, но компания не передавала новым организациям техническую документацию по этим домам, что могло привести к проблемам с подготовкой к отопительному сезону и к остановке обслуживания домов. Даже требования прокуратуры в управляющей компании игнорировали. Также конкурсный управляющий, как сообщает ОНФ, не предпринял исчерпывающие меры, чтобы получить от прежнего руководства бухгалтерскую и иную документацию, что свидетельствует, по мнению прокуроров, о затягивании процедуры банкротства. Войны считают, что повлиять на муниципальную коммунальную организацию могла бы городская администрация, и предрекают проблемы с началом отопительного сезона, если ничего не изменится. Экономика. На 101 АФМ. В Кирове запустили региональный центр компетенции. Он должен бесплатно помогать предприятиям внедрять механизмы повышения производительности труда. Возглавил организацию Андрей Кислицын, который больше 10 лет занимается аудитом производственных систем и созданием бережливых проектов. Сотрудники центра компетенции сейчас проходят учебу в Москве. Официально открыть РЦК планируют в преддверии Дня промышленности Кировской области в сентябре. Правда, пользоваться услугами центра смогут не все предприниматели, и они будут доступны после отбора компаниям с выручкой более 400 миллионов рублей в год, если они представляют обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, строительство или торговлю. В Кировской области в планах на 2021 год привлечь к работе по повышению производительности труда 5 предприятий, обучить 15 человек. К июлю эти цифры уже достигнуты. В завершение валютах доллар сегодня 73 рубля 27 копеек, евро 87 рублей ровно. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 АФМ